Ох, чувак едет, у него, смотрите, два колеса задние. Не пошел день, походу, сегодня. Бро-драк. Короче, из колеса вот так оставляйся, по серединке. У вас и нагрузка, я заметил, хорошая на оси. Он и маневренный, и в то же время можно не двигать, когда загружают. Особенно, как здесь, там сделано, видите, как такое. Как такое. Короче, это то, что трейлер там не прогибает. 63-ю, говорит, пока остановись. У нас, говорит, обед. 63-ю, 63-ю попасть надо, блин. Ну что, попадем. Я первый раз в 16 лет попал даже. Какая из них, 63-я, это было, я уже забыл бы. О, в нее еду, нормально. Blackbrot приехал. Я сейчас сегодня ничего не кушал. Это криво получается. Блин, вот как обычно, просто прямо проехать самое сложное у меня лично. А вот теперь просто ровно заезжаем и... Пойдем посмотрим, что ровно встать. Или такое. Вот, видите, у них эта фигня. И она не дает траку прыгать. Поэтому можно после так сильно не двигать. Ну, там для других. Ну, все. Блин, там, кажется, ровно встает. Здесь, кажется, не ровно. Как в реальности встает? Ну, м***ь, почти. Почти, Иван. Все, загрузился чем-то. Вот опять, кстати, Track Used Left Lane. Ну, пофиг бы. Там прямо светилось такое. Табло прям моргало. Осторожно, опасность. Мне нужна поддержка. Пожалуйста, дай мне знак. Невозможно было не обратить внимание, если не сидишь в телефоне. Слушайте, как человек становится счастливым, когда помоется. Я заехал на Дракстабск, и в туалет помылся, покушал, чуть-чуть плеснул топливо. А, еще есть человек, который взял груз на Майами. Все круто складывается. И я сейчас взял груз из Нью-Джерси, мне 3 часа до него ехать, но он будет завтра. А он, братья у него, он в Таровске едет. Быстро ввысь, паутина! Но разгрузка прямо возле моей парковки. Вот прямо вот через трассу. Ну, то есть, 3 минуты. 5 минут, окей. 5 минут ехать. Вот. И это очень круто. Он выпал, я смотрю, Хайле, Флорида. Я, опа, сюда иди. Звонил мне, говорит, да, да, конечно, конечно. Конечно. Все, пожалуйста, говорит, бери груз твой. Хотел сегодня уехать, но, блин, вылазит груза на Флориду, сегодня тоже можно уехать. Но платят конкретно меньше. То есть, у меня, как получается, рейд пер майл, да, то есть, за милю цена не очень хорошая, хуже, чем... Вот я вчера был груз, я его отменил. Ну, я попросил очень, ну, короче, потому что я еще не очень понимал, куда мне ехать. То есть, что была вероятность, прошла информация, так сказать, деза в итоге, вот, что мой трейлер может быть готов в пятницу. Я, короче, груз я отменил. Вот, и... Что-то мне сложно почему-то даются фразы. Лой, ты что-то сказал? Вот, и... Вот. Говори! Ты сможешь, давай! Давай, 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 говори, говори! Классики говно. Вот. Короче, груз я отменил. И сегодня вылазит, ну, всякое, честно, говно. Вылазит сейчас груз на тысячу больше, чем был. Ехать мне все равно столько же. То есть, тот, как... Тот груз был... Как бы нет. Короче, у меня был вчера груз, который рейд пермайл лучше, но по деньгам хуже. А ехать мне все равно это же расстояние. То есть... Поэтому получилось, что я в итоге еще выиграл тысячу долларов, на самом деле. Вот. Потому что ехать мне все равно одно и то же расстояние. Такие вот дела. Я не знаю, вы поняли, что я говорил? Я просто сам до сих пор не понял. Друзья, мир сошел с ума. Я заболел в дороге. Сейчас просыпаюсь. Я во Флориде, в Джексонвиле. Чтобы вы понимали, сейчас минус здесь. Сюрреализм какой-то. Просыпаешься во Флориде, а тебе трак пишет, следите за льдом на дороге. Как такое вам? Я тебе заболел вообще в ноль. Первый день сегодня. Более-менее хоть адекватно что-то воспринимаю. Два дня в дороге, как в тумане. Это мне вот этот. Вот это не нравится. Кобзда, холодно. Просто жесть. Я шатал. Я во Флориде. Чтобы вы понимали. Короче, сейчас расскажу вам историю. Думаю, все равно не поверите. Я сам не верю, потому что подумал, может быть, это глюк. Болезнь там, знаете. Самочувствие не очень хорошее. Короче, я паркуюсь на тракстапе. Было это за день до позавчера условно. И стоит классик с рифером. Кстати, я подъезжаю на тракстап, стоит классик и рифер. И я паркуюсь возле него спать. Были места. Так вот, классик стоял заглушен, а рифер тихий-тихий был. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ну, это, в принципе, область фантастики. Ладно, короче, ребята, честно, мне даже говори, тяжеловато, блядь. Солнце, елка. Ни хера не вижу вообще. Все, ладно, давайте, короче, я поехал, я так себя плохо чувствую, сейчас еще отвлекаться буду. Ну, короче, чуть себя пришел. Что-то с утра я выехал, как-то начал что-то на камеру рассказывать. Блин, башка не соображает ничего. Все-таки болезнь. У меня тоже артов холод. Такое состояние, конечно, капец. Я хоть сегодня разговаривать могу, я до этого у меня горло болело. Особенно вчера, почему-то, кстати, у меня очень сильно болело горло. Фу, блин. Короче, у меня, конечно, приключения с этими грузами, ну-то капец. Я взял один груз, но его надо было долго ждать, отменил. Взял другой груз. Все, уже приехал в Нью-Джерси, три часа ехал. Мне звонят, говорят, короче, надо будет еще день ждать. Я такой, не, короче, не буду. Типа, я хочу раньше уехать. В итоге, хер, после этой фразы не вышло ни одного груза. Короче, в итоге я прождал больше и еду за гораздо дешевле. Так что, надо было подождать. И ехал бы сейчас на тысячу долларов дороже. А в итоге еду просто, чтобы ехать, на самом деле. Единственное, радует то, что у меня разгрузка прямо возле парковки. Так, что еще сказать? Все, там очередной снежный шторм. Я не знаю, когда зима началась, это просто капец. Один с другим снежные шторма, куча аварий. При этом, я так понял, по отзывам людей, многие сами виноваты. То есть, у тебя снег, пурга, а люди не сильно это притормаживают, как бы дальше фигачат. Почему-то у многих людей такое мнение, что если у тебя трак сильно груженный, то ему пофигу. Ребят, на льду ему насрать. Конечно, у него зацеп лучше, чем у пустого трака, но по факту на льду, если у тебя нет сцепления, то его нет. Какая разница, тяжелый он или пустой. Ну, я так понял, по отзывам людей все дальше несутся. Ну, я эту сам картину наблюдал. Когда снег идет, мне реально страшно ехать. Человек в это время вот так вот ногу делает. Я помню момент, короче, у меня был в Львукерке так. Пошел снег, ну, реально все, вот у тебя дорога покрыта снегом. Ну, мне реально сцепотно. Я просто еду чуть ли не на аварийке. В это время меня просто как стоячего, чувак обгоняет вот так вот у него, значит, вот так вот нога, без шуток, на волю сесть. Ну, это наш человек был сразу, это было. А в другой руке телефон. Человек в снег ей. Там просто метель херачит, как бы, человек так ей. Сказочный долбоец. Не сбрасывай, ничего вообще просто. Я на это смотрю, думаю, капец, но потом люди гибнут. А гибнут просто из-за долбоец. В этом плане, конечно, американцы чуть-чуть поответственнее относятся к вопросу, но опять же, не все тоже. Значит, я поеду в Джексон или пустой, мне надо в Лан Стар поехать и пройти safety orientation так называемый там один день. Да, мы это обязаны делать постоянно, вот, имейте в виду, если кто-то очень хочет, то ваш трак будут раз в три месяца проверять. Вы должны будете делать инспекцию и ездить на вот эти safety так называемые. Короче, вы там будете просто весь день сидеть и вам будут что-то рассказывать. Вот. Там день сижу, туплю и еду за своим трейлером. Я надеюсь, что он будет готов уже к тому моменту. Вот. И видите, какие изменения будут в нем небольшие. Вот болеть, я вам скажу, в дороге, конечно, я вот эти последние два дня реально как в тумане каком-то прошли, короче. Все ломит. То жар, то холод. Голова не соображает ничего. Это капец. Вчера все же решили во Флориду поехать на праздники. Я проехал меньше на 4 часа, чем должен был. На 4. Я бы сейчас уже дома был бы, если бы не вчерашние пробки. Это просто, ну, невозможно. То есть, я с утра выехал и, ну, просто постоянно в пробках. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я тоже остановился. Что-то просто там в туалет сходить, перекусить. Вот. Просто останавливаюсь, меня трясет всего. Вот так вот просто, блин. Руки трясутся, сердце бьется, я капец. Просто час полежал. Вроде нормально отпустил, и все, я пришел. Дальше поехал. Кстати, а вы знали о том, что ездить за рулем в США на траке нельзя, если вы болеете или вы не выспались? Вы обязаны остановиться, если офицер вас остановит, и выяснится, что вы плохо себя чувствуете, вы больные, вы принимаете лекарства, вам могут сделать автосервис. Эти правила прописаны в FMCSA. Я, допустим, про это не знал и не подумал. Почему? Потому что меня никто не научил в автошколе там. Потому что все автошколы, они учат плюс-минус одинаково. Ребята, в Орландо открылась автошкола, говорят на русском, польском, английском. Гольф-кост сидел тренинг, но там реально учат. Там прямо с людьми занимаются, там объясняют вам многие проблемы, связанные с тракингом, с которым вы будете сталкиваться постоянно. Но никто, поверьте мне, никто вас этому не научит в автошколе. Есть автошколы, которые помогут вам разобраться во многих вопросах, с которыми сталкиваются водители ежедневно. Потому что один из инструкторов, допустим, там, safety manager, который много лет проработал с safety manager. Все люди, которые там работают, они все имеют большой опыт в работе на траках. Они сталкивались с очень многими проблемами, и они готовы передать вам свои знания и опыт для того, чтобы вы знали, как себя вести, в каких ситуациях, для того, чтобы вы знали, что не нужно ставить ноги на приборную панель, и чем это грозит. Мистер Пили по шкале из 10 вам больно на семерку. Что бывает за телефон в руке, как правильно разговаривать с полицией, как отбивать штрафы, чтобы и вот эти поинты на рекорд. Всему этому там учат, при этом за это не берут дополнительных денег. Там абсолютно обычная цена обучения. Все контакты будут в описании. Звоните для тех, кто ищет школу CDL. Вот это сейчас очень хороший вариант. Все люди с опытом, школа новая. Держать. Они помогают, кстати, с проживанием тоже. Такие дела. Ладно, что, буду я доехать, заеду заправку, чуть плесну топливо, да и буду ехать домой, буду днем дома. Все, друзья, короче, потом уже выйду на связь, надо себя чуть прийти, поправиться. Сейчас очень хочу доехать до дома и просто лечь, принять лекарства, у меня закончились все лекарства, еще вчера. Все, у меня нету ничего против простудного, только от горла оставалось. Так что буду собирать какую-то аптечку дорогу вот и лечиться. Да, ребята, дешевые груза это всегда говно, всегда говно, поверьте. Вот если вы берете дешевый груз, это всегда все через жук. Это всегда долго разгружается всякой кучей геморрой. Мне человек подходит, говорит, ну, с тебя 400 долларов за разгрузку. Я говорю, с меня? Он говорит, да. Короче, мне пришлось платить 400 баксов, подсылаю в компанию, компания мне пришлет уже потом, когда там пришлет, а если бы не было 400 долларов. Я ему говорю, хорошо, окей, даю кредитную карту, он говорит, не, нифига, чек, чек, суха. Да, Америка это страна, где до сих пор чеки в ходу. Блин, вообще, да? Дешевый груз, суха. Я херею вообще. 400 как бы, ну, дохера, ладно, найти там сотку, 150, 400. Понятно, что они отдадут, но все, 400 у меня заморожено на неделю. Да, помню, я здесь сдавал на CDL и по этой дороге фигачил. Первый раз не сдал, кстати. Потом сдал. Десятой коробке на школьном траке я не сдал. Это она, ну, удроченная была. А потом Саня Байкер приехал и на его траке я сдал. Можно было на его траке сдавать. Вот. Потом все сдал без проблем. Все легко. А все остальное с первого раз сдал. Капец, я тогда волновался. Да, я помню, было прям CDL это что-то такое вау. такое что-то недостижимое просто. Просто непостижимое, недостижимое. Это где-то там. Он избранный. Вот. А по факту что? Ну, сидел и сидел. Ну, трак и трак. Господи. Обычная рутина, бытовуха, ничего такого там нет. Шатал я этот, сидел вот с этим траком. Ну, что? О, классно как. Смотрите, чувак, Mercedes за диски цепью. Ой, как хорошо. Передние колеса, я не знаю, видно вам, нет? Ой, молодец какой. О, красавчик. Ты же какой хороший. Опять, просто Mercedes S классно. Просто цепью за диски. Сука, Мекса не знают пощады. Смотрите, колесо зацеплено классно. Да вообще, представьте, какой бред. У меня хорошо, что просто оказалась сраная чековая книжка вот такая вот. Такая вот, блядь, чековая книжка. Это капец вообще. Блядь, что это такое? Чековая книжка, блядь. Блядь, ребята, конечно, в атаке. Не начал, прям, мы принимаем только мани ордер, чек, то, сё, пятое, десятое, либо завтра. Я говорю, ага, да, конечно, мне ещё завтра сюда возвращаться очень прям хочется. Пять часов просидеть, блядь, на разгрузке, не дозвониться в Landstar два раза. Я вбоём, я вбоём, я вбоём. Капец. блядь, 갖 цару, Продолжение следует...